я загрузился ребят все готово на улице ташкент покажу вот территория о з з з какая-то короче псковская как его как алабуга также здесь все загрузились и и отправляемся домой все у нас прекрасно правда маслица надо будет докупить на одолевочку подъедает что-то мотор но как подъедает он вытекал поэтому вот заводик там есть на нем загрузились и похерачили домой наконец-таки так я вышел из кафе кафе 100 миль до города вот такой вот кафе вот нефтегаз перейти бы дорогу на улице прям красота тепло прям я вообще обожаю такую погоду очень тепло очень хорошо и мы выдвигаемся дальше ребята едем домой спасибо этой кафушке принципе все вкусно и прекрасно ребята лосятина гуляет новгородская область просто лосятина выбегает и гуляет при чем это населенный пункт представляете что-то вообще обострилась лосятина дофига я туда ехал три лося и обратно 8 надо короче главное по темноте не шариться причем это ну деревня полноценная у них тут лосятина бегает представляете походу голодная лосятина там в лесах вот она здесь и бегает ищет что похавать пообедал на скорости ночевал на валдае почему на валдае ночевал короче надо было масло купить там на доливку вот и еще деньги на плато не кончились поэтому ночевал на валдае и с утра погнал масло купил долю и все и полетел нормально жаркое ем жаркое на скорости если оно есть жаркое я вам вру шурпу шурпу поел что-то 180 или 220 не 180 по моему стоит все поел наелся в горшочке вот если увидите шурпа в горшочке там здоровых таких два куска говядины вот прям классная говядина прям вкусная потом картошка морковка лук ну классно реально мне нравится поэтому если возьмете то не пожалеете и сытно и вкусно и классно и принципе недорого чем брать отдельно какой-нибудь суп там и плюс какое-нибудь второе там не знаю я наедаюсь обычно беру это шурпу и беру какую-нибудь еще булочку там еще чего-нибудь и наедаюсь что тут все куда-то поехали блин все просто на алё фокус фокус куда-то делся фокус куда-то делся протрем фокус появится я горит не появляется странно нету фокуса так фокус появился фокус к нам пришел так ну все надо выезжать сегодня надо дойти до нижнего по-любому а может даже и пройти его потому что в пятницу нам надо разгрузиться там во второй половине дня еще как-нибудь так все ребята я поехал смотрите дальше мерседесик вологодский ага ладненько давай мы тебя пропустим спасибо скорости блин когда они мне бабки начнут платить а зато что я их рекламирую блин постоянно нихрена же они платят там ссылки все как говорится есть в этом в описании так что давайте ждем предложений вот так вот полицейский еще здесь стоит ну елки-палки в смысле лежачий аккуратненько 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 все на скорость летят манчик манчик летит на улице жара плюс 26 показывала на скорость у меня нету мне не показывают датчики датчики поэтому тепло хорошо и все и поехали на улице объездная владимира вся убитая ушатанная и параллельно катают дорогу платную м12 по-моему она будет называться или или м13 точно я уже что-то не помню вот она будет параллельно идти этой платкой этой объездной причем у них нормально уже стадия работ вот смотрите уже прям все по красоте да конечно оставляет худшего состояния это объездное а у этих сейчас все будет вообще ништяк уже мост готов почти что доделывают красавчики быстро делают ну и бабла туда вложена немерено если бы вы знали сколько вообще туда вложено мне кажется если бы я знал у меня бы наверное волосы дыбом бы встали на одном месте сколько техники туда она пригоняли и вон она вон туда идет четкая ровненькая а не вот это вот когда-нибудь будем ездить ой ну что вы там обижаете и едьте уже а вот так вот берешь вот обочинка и едешь всему вам все вам надо подсказывать а ребята вот смотри вот смотри уже финишные работы останьте сколько асфальт наложить обалдеть я знаю почему они вот эти вот на валдайчиках газельках прутся так у них рессорная подвеска и грузят они довольно таки очень большой вес немалый из-за этого она становится еще жестче ну и естественно ехать приходится медленнее я знаю так как у меня у меня самого был рессорный грузовик да и на газелях я ездил в принципе вспомнится было то же самое поэтому вот и плетутся не у нас нормально все у нас сколько 15 тонн показывать 16 пусть будет 16 компьютер и мы спокойненько едем вообще без без напрягов без каких-то либо единственное вот панель прякает я немножечко трясусь а так все нормально я ребята в тарактере сергеевский пошел помылся побрился и выдвигаюсь домой погодка кстати здесь что-то не очень но все хорошо вообще все прекрасно но и вот эти вот лужи грязь мы же не где-то там в Якутии правильно по лужи по грязи ездить это обе знаю уфы кто еще не знает обе знаю уфы я встал ночью короче час ночи почти время сейчас 11 10 доходит 10 часов вот у меня часы работают и я начинаю трогаться все уже уехали вот все уехали вот кто рядом стоял все уехали один я стою ну потому что я поздно приехал мне пришлось вот постоять душ 150 рублей стоянка 150 рублей завтрак в подарок там каша там либо макароны я еще два яичка беру все не знаю как сегодня погода распогодится нет так-то погода беспотовая посмотрим там еще мне Леха предупреждал где-то там мост ремонтируют и мол типа там вообще все печально он когда позавчера ехал там вечером поэтому сейчас посмотрим как там идут дорожные работы ну теперь вот можно и выезжать ехать напрямик домой и отдыхать завтра выгрузка завтра суббота и завтра мы договорились на 10 утра выгрузить потому что сегодня бы я точно не успел и не по времени логически я эти 400 километров 450 я бы прошел но учитывая что ремонт на дороге там плюс горы ну я просто и сегодня пятница я просто физически могу не успеть если я приеду там в пять ну кто меня будет выгружать правильно кому это надо а если люди завтра выходят там наверное может на полдня или как на работу почему бы и не выгрузить так что все отлично все хорошо двигаемся дальше уже воздух накачался и можно спокойненько выезжать заехал на карпачева карпачева правильно говорится что-то обошел я все короче ларьки ничего не нашел что хотел купить сам не знал в принципе что хотел купить поэтому ничего не нашел и поехал дальше может на той стороне много чего есть ну короче ничего не нашел почему-то эти коптильни кстати вот блин ну что-то дорогие там от трех тысяч елки-палки ну они конечно классные они эти нерзавеечные вечные наверное там фонарики всякие в принципе мне это не надо нож у меня уже есть брусок для заточки надо было взять но потом возьму в принципе мне еще тупить и тупить его так что у нас там все едут все едут кто у вас так много-то едет всех о поехали блин так быстро это не выйдешь потому что здесь ямины капитальные а груз у нас очень важный так что так вот все двигаем домой по горам и так горы прошел правда на выгрузку сегодня точно не успеваю короче мы потеряли три шпильки с правой стороны на прицепе короче на колесе почему потому что им хана вот так вот сейчас протяну остальные дабы так сказать не потерять колесико остальные тоже так себе шпильки так что замена всех шпилек я так считаю на одном из колес что-то я разогнался у меня круизер работает даже все вот наша скорость 85 фу вспотел ребята мясорубка сейчас тянул там она же тяжелая я вспотел аж горы пролетел нормально но правда перед миасом там смотрите аккуратно там реверс дорогу расширяют делают после мяса и там была пробочка таки довольно таки хорошая наверное минут 40 я в ней потерял или 30 не знаю ну в общем короче остальное все нормально все мчим домой сегодня попаду домой завтра у меня выгрузка на утро стоит выгружаюсь и отдыхать погодка смотрите какая классная шепчет а в горах блин там тучки гуляют и дождик шел прохладно здесь вообще классная погодка и на рыбалку погоним ребята так что все я уже на рыбалку хочу